Здравствуйте! Эфир Солигорского телевизионного канала продолжает программа «Место происшествия». В этом выпуске вечером в пятницу за городом был насмерть сбит пешеход, а в ночь на воскресенье сотрудники милиции в городе задержали нетрезвого водителя, который только накануне приобрел машину. Ограничения для курильщиков с 27 июля вступают в силу изменения в законодательстве. Они коснутся и вейперов. А на границе с Российской Федерацией милиция обнаружила женские останки. Теперь правоохранители просят помощь в восстановлении личности женщины. Об этом и не только в ближайшие минуты. Около восьми вечера 1 февраля на 32-м километре автодороги Старобинск-Ковшин-Сосны произошел наезд на пешехода, мужчину, который стоял на дороге. Водитель «Вольво», двигавшегося в сторону с Ковшина, 1978 года рождения, не смог вовремя заметить пешехода и избежать наезда. 54-летний житель деревни Товарищ погиб на месте аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса, сообщил нашему каналу следователь Солигорского районного отдела следственного комитета Виталий Михновес. Также он сообщил, что назначены судебно-медицинские, автотехническая и трассологические экспертизы. Напомним, что 31 января в Солигорском районе завершился комплекс мероприятий по снижению количества аварий с пешеходами. За время профилактического мероприятия сотрудниками ГАИ было выявлено 65 пешеходов-нарушителей, из которых 11 находились в состоянии опьянения. Кроме того, к ответственности привлечены и 19 водителей, не пропустивших пешеходов на переходах. За первый месяц 2019 года в Солигорском районе задержано немало водителей в состоянии алкогольного опьянения. Одно из последних задержаний получило широкую огласку. Как рассказал один из сотрудников ГАИ, непосредственно участвующих в задержании солигорчанина, в пятом часу утра 3 февраля они с коллегой обратили внимание на автомобиль, резко выехавший со двора. Сигнал остановиться водитель проигнорировал и прибавил скорость. Сотрудники ДПС решили догнать машину, поняв, что та уезжает неспроста. Машину преследовали пока Злова, Ленина и Набережная. На одной из улиц преследуемый разогнался до 200 км в час. Несмотря на ночь, людей на улице было много, ведь суббота 2 февраля – это день встречи выпускников. Очень повезло, что несущаяся машина никого не покалечила. Завершающим аккордом движения стала стоянка возле ночного клуба. Водитель, скрываясь от ГАИ, поехал на бордюр. Машину понесло, она перевернулась и ее отбросила на 17,5 метров. Удивительно, но все, кто находился в машине, остались живы и даже не пострадали. Пытавшегося уже скрыться на своих ногах водителя задержали инспекторы. Медосвидетельствование показало более полутора промилля алкоголя. Кроме того, он ранее лишен водительских прав, а еще оказал неповиновение при задержании. Машину, которую разбил мужчина, он приобрел только накануне своей роковой поездки. Водитель задержан и находится в изоляторе временного содержания. Декретом номер два президента Республики Беларусь внесены изменения в декрет номер 28. Касаются они перечня мест, где ограничено либо запрещено курение. Для сведения всех запрещено курить на остановочных пунктах, что раньше, в принципе, к нам люди обращались, почему на остановках курят, также на детских площадках. Опять же, если раньше это было на совести лиц, которые курят на детских площадках, показывают своим поведением неправильное, детям неправильное свое поведение и так далее, неправильный пример показывают, то в настоящее время это уже подкреплено нормативным правовым актом. За курение вообще в всех этих местах штраф до четырех базовых величин. Статья 17.9 Кодекса о вместительных правонарушениях. Лифты, подъезды, остановочные пункты и даже автомобили, если там находятся несовершеннолетние до 14 лет. Стоит заметить, что нововведения касаются не только обычных сигарет, но и электронных. Изменения вступят в силу 27 июля. Проводится поиск тех, кто мог знать погибшую. Костные останки женщины были найдены в лесном массиве вблизи 166-го километра трассы М-8. Граница Российской Федерации, Витебск, Гомель, граница Украины. Недалеко от деревни Шатравина Аршатского района. При проведении медико-криминалистической экспертизы была произведена реконструкция лица и составлен условный портрет потерпевшей. Ее возраст находится в интервале от 25 до 45 лет. Рост 160-165 сантиметров. Давной смерти 5-15 лет. Рядом с останками были найдены остатки бюстгальтера темного цвета, а также свитера вязаного красного цвета. Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном случае, просьба сообщить об этом по телефону, которое вы видите на экране. На этом все. Следите за новостями в эфире нашего телеканала, а также присоединяйтесь к официальным группам СТК во всех социальных сетях. Вас ждет только достоверная информация и проверенные факты. Всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова